Всем привет! Сегодня четверг. Снимаю, кстати, на стабилизатор. Скажите, как вам трясется камера или не трясется. Так, на самом деле я опять сегодня не собиралась снимать, но так как я хотела вам сказать, что пришли позиции последние две, я сегодня не пошла забирать. У нас сегодня такой мороз. Вообще прям, наверное, около 20, может даже больше 20 еще с ветром. Вот, поэтому Валберес у нас ПВЗ работает с 10 сейчас и там оставалось, наверное, еще года. Я уже домой шла. У меня рядом ПВЗ и мой дом еще минут 10. Ну, я уже не выдержала. Я и так пока дошла замерзла. Думаю, еще 10 минут стоять на улице, ну зачем мне. А домой возвращаться потом опять идти, но я так не хочу. Поэтому завтра заберу уже последние две позиции и буду уже снимать в субботу обзор. Не буду ждать следующей недели. Раз все пришли, значит в субботу ждите обзор из шести позиций. Надеюсь, вот эти последние две, они придут нормально. Ну, там в принципе-то ничего такого, чтобы что-то там испорченное пришло. Ну, на всякий случай. Но будет уже точно в субботу. Так, в общем, что по больнице. По больнице сходила, сделала, сдала анализ крови. Хорошо, что я спросила у девушки, которая у меня брала кровь из вены. Я ей сказала, я говорю, а вот скажите, пожалуйста, я просто хотела уточнить для себя. Там указано в этом, как он называется, талончик, рецепт. Там время указано. Обычно по живой очереди. Но я ей спрашиваю, вот мне на 25-е к вам направила гинеколог кровь сдавать. Она говорит, так давайте я вам сразу сейчас сделаю. Говорю, а у меня же только на 25-е. Она говорит, а чего вы будете туда-сюда ходить? В общем, у меня сразу взяли кровь. Большое ей спасибо. Ну, я ей так же сказала, конечно же, что она меня сразу взяла. Вот. Ну, и не надо было же уколы делать. А время было... А, уколы. Кабинет работает процедурный с 10 утра. Ой, рука устала от стабилизатора. С 10 утра. Вот. И сейчас сосредоточусь над теми, что хочу сказать. Ой, тут у меня стабилизатор шевелится. И это... А, а время-то было еще только начало 9-го. И, в общем, поэтому, ну, села ждать. Вот. Ну, и тут проходит медсестра, которая делала... Делала мне как раз вчера уколы. Ну, и вообще она делает уколы. Я говорю, извините, а вы не сделаете укол, чтобы я до 10 дней сидела и не ждала. А мне еще надо было идти потом в этот, как он называет, за поляги. Процедура на магниты. Так вот. Она говорит, нет, на голодное желудок нельзя. Видите? Хорошо, что я покушала дома. Ну, я-то немножко, но все равно. Я же вам говорю, что я, ну, не могу голодное ходить. Да, мне никто не берет. Так, ну, что желудок делать, сдавать кровь. Ну, я поела. А так бы мне уколы не сделали, если бы я была на голодный желудок. А вот как мне там Наташа писала, взять с собой банан. Ну, банан это не то, потому что уколы где-нибудь упасть в обморок или там, не знаю, ну, не хочу я. В общем, вот так. Ну, думаю, ничего страшного, что я поела. Я не первый раз ем. Я уже как давно так делаю, кушаю перед тем, как кровь сдавать. Это что такое? Водичка какая-то идет. Так, сейчас тут я жарю это. Готовлю кушать. Сейчас вот готовлю кушать. Обжариваю лук. Порезанная четверть кольцами. Такая здоровая луковица. Вот сегодня мне надо как раз готовить кушать. Вот куриная печень. Я уже поперчила. И муку добавила. Одну столовую ложку. Вот надо привыкать к этому стабилизатору. Вот поэтому я снимаю, чтобы подпривыкнуть. Солить я уже потом буду соль. И потом уже в конце сметану добавлю. Ну, которую я вам вчера показала. Купила. Ну, конечно, не всю. Ложки три столовые. Так, ну, а здесь у меня... Ой, Юля. Пока приловчусь к этому стабилизатору. А здесь я уже отварила гречку. Вот. В общем, вот так. Сейчас еще раз помешаю. И по поводу Балдберрис. И то, что... Пожалуй, какие новости. У меня на лук такая аллергия. Сразу вот сейчас постояла. Помешала сразу слезы. По поводу Балдберриса. Мне написали вчера по поводу... А, нет. Сегодня по поводу штатива. Что по поводу возврата вообще ничего не было. Мне просто сказали, надо, типа, чтобы телефон был ровно. Вот сейчас он у меня и так все равно немножечко в бок уходит. Вот. И так включаю его ровно. Ну, в общем, ладно. Сдавать не буду, потому что он мне нужен. Ну, он же не бракованный. Он нормально все делает. Ну, он только что с лигонца вообще вниз уходит. Ну, это вообще ерунда. Вот. В общем, что еще по поводу... То, что я писала на почту вот таких креплений. Мне ответили вчера вечером. Что мне написали? Пишите в техподдержку. Сколько я могу? Техподдержку написала тогда еще. Мне опять же они с техподдержки ответили. Они пишут то же самое. Все то же самое. Типа, ждите там. Если вы так-то сдавали, ждите там. Это, ну, в общем, все то же самое. Поэтому я уже не буду ничего писать. Что писать в техподдержку, если они то же самое отвечают. Вот. А формулирую там по-разному. Ну, тот же принцип, просто формулировка другая. В общем, вот так. Ладно. Извините, если у меня там какие-то эти... Ну, то, что с штатив. Ну, я вас предупредила, что... Ой, штатив. Стабилизатор. Что я его все штативом называю? Что-то еще хотела сказать? А, и по поводу вчерашнего... Так, сейчас не надо помешать. А вам не видно? Вот так. Сейчас помешаю. По поводу то, что вот я вчера выпустила, и там не совпадает с моим голосом, да? Звук не совпадает, не попадает, короче. Вы меня поняли. Я не озвучивала это видео. Я говорила прямо, как сейчас вам в камеру говорю. Вот. И это я увидела, когда уже начала монтировать. Естественно, я это вижу при самом монтировании. Ну, а куда я буду удалять? Я же не по тексту читаю это, чтобы потом переснимать. Я вот сейчас говорю, как говорю, да? Не по тексту. У меня нет каких-то там этих. Я вам уже говорила. Вот. Так что надо относиться с пониманием. Если вот где-то что-то. То мне тут одна зрительница в Дзен написала. Но она мне постоянно пишет вечно какие-то недовольные комментарии. Что это пятое-десятое по поводу отвратительная озвучка. Ну, можно как-то по-другому вместо отвратительного было написать. Вот. Ну, всякие люди. Я очень могу говорить. Люди разные. А уж вот так. Ладно, буду заниматься дальше готовкой. Все, печенка готова. Сейчас переложу по мою посуду и буду обедать. Время уже первый час. Можно уже обедать. Обедать гречка и печень. Получилось очень вкусно. Я попробовала прям. Ну, вы знаете, я не люблю себя нахваливать. Но если вкусно, я так и говорю, что очень вкусно. Ну, печенка получилась. Так, и кофе с молоком еще добавлю горчицу. В общем, вот так. Теперь увидимся с вами, услышимся, точнее, в субботу. Завтра я уже снимать ничего не буду. Всем большое спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok